Друзья, у меня приятное событие. Благодаря вам, моим подписчикам, YouTube отметил наши с вами успехи памятным подарком с серебряной кнопкой. Вот такую хочу прежде всего поблагодарить вас, что вы остаетесь с нами и всегда поддерживаете наш канал. И спасибо YouTube за возможность продолжения общения с вами, моими подписчиками. Ура! Здравствуйте, мои дорогие. Полвека назад медицина еще не располагала таким широким арсеналом врачевания различных недугов. С первых дней Великой Отечественной войны многие фармацевтические предприятия были разрушены или эвакуированы. Потому стала остро ощущаться нехватка лекарственных средств. И врачи вынуждены были обходиться тем, что произрастала наша русская земля. Основными сборщиками и заготовщиками лекарственных трав были дети, которые в свободное от учебы время собирали, прослушивали травы и отправляли на фронт в госпитале. Среди этих растений береза. Порошок из березовых почек использовали для лечения медленно заживающих ран, экзем, гнойничковых кожных заболеваний, профилактики обморожений. Порошок смешивали с топленым несоленым свинным или говяжьим салом, парафином или небольшим количеством йода или несколькими крупинками марганцовки и получали превосходную мазь. Нанесение такой мази на раны позволяло быстро очистить их от гноя и ускорить заживление. Помогала береза и от чесотки. Из коры дерева добывали деготь, смешивали его с толом, это такое взрывчатое вещество, свиным жиром и втирали в больные места, затем смывали в бане. Достаточно было двух-трех таких процедур. А настой из березовых листьев возвращал раненым утраченные силы. Торфяной мох. С ролью перевязочного материала в годы войны успешно справлялся торфяной мох. Стебели, листья растения содержат полые клетки, резервуары, благодаря которым оно способно впитывать в себя огромное количество воды в 6 раз больше, чем вата, в 20 раз больше собственного веса. Это свойство и использовали медики. Мох собирали, тщательно высушивали и наносили на раны. Растение впитывало в себя кровь и гной. Кроме того, оказывало антибактериальное и противовоспалительное, рано заживляющее и обезболивающее действие, которое объясняется присутствием фенольных соединений в амхе. Лимонник китайский. Еще в 1942 году растение привлекло ученых своими свойствами быстро восстанавливать силы, надолго сохранять бодрость духа и остроту зрения, о которых стало известно еще в конце XIX века. Потому из ягод лимонника, собранных в дальневосточных лесах, стали готовить настойку и отправлять ее в госпитале для лечения плохо заживляющих ран и язв, а также выдавали летчикам для усиления остроты зрения в ночное время. Сосна. Предотвратить эпидемию цинги в блокадном Ленинграде помогла сосна, а точнее ее хвоя, из которой готовили настои. Пригодился опыт лечения заболевания 200-летней давности. 100-200 грамм зеленоватого хвойного напитка обеспечивали суточную потребность организма в витамине С, а еще из игл хвои извлекали каротин и его масляным раствором лечили обморожение. Следующая травка – календула. Ни одну жизнь во время Великой Отечественной войны спасла мазь на основе календулы, обладающая активным ранозаживающим и дезинфицирующим действием, так как его антисептические свойства обеспечивают эфирное масло и салициловая кислота, присутствующие в составе цветков календулы. Еще такое замечательное растение – боярышник. В качестве эффективного заменителя дефицитных сердечных препаратов экстракт боярышника выдавался солдатам для укрепления сердечно-сосудистой и нервной системы. Он позволял облегчить боль в области сердца, снизить давление, снять сильное возбуждение нервной системы и восстановить сон. На сегодня это все. Надеюсь, сегодняшний ролик будет полезен многим. Пробуйте и будьте здоровы! До новых встреч!